Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как мы вам уже сообщали с Анатолием Эдуардовичем в одном из последних репортажей из Экотехнопарка, до испытаний подвижного состава остались не недели, а дни. Так вот, сообщаем, что эти испытания уже успешно проводятся, но обо всем по порядку и лучше всего об этом поведает, естественно, генеральный конструктор SkyWave Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Вы правы, действительно, не один день уже идут испытания тестовые. Естественно, но то, что поедет колесо по рельсу, было понятно уже всем. Не могли бы вы рассказать, что именно мы здесь испытываем? Ну, не забывайте, что у нас колесо необычное, рельс необычный, поэтому многие не верят, что поедет. Но прежде чем проводить испытания на тестовых участках, мы должны испытать ходовую тележку для того, чтобы смоделировать разгон, торможение, потом позиционирование. Мы ведь позиционировать должны на станциях с сочностью до 10 миллиметров, чтобы дверь открыть. Какие ускорения? Есть ли нужное сцепление с рельсом? Не проскальзывает ли колесо при разгоне? Ну, естественно, шумы. Ну, мы всякие присутствуем, тут идет полноходом работа и сусна, да? И слышен шум небольшой от нашей дороги. Ну, потому что мы смоделировали дорогу, но эта дорога не настоящая, не струнная. Здесь обычно стальная балка выполнена в виде фермы. И я вспоминаю эти старые фермы, мне очень нравятся советские, когда там целина, вот зовут на обед, там, доярок, трактористов. В рельс постучали по рельсу и за три километра слышно, побежали на обед, да? И мы знаем, как железнодорога слышна, она слышна на километре, за километром. А здесь шум на самом деле небольшой, но в нашем вот модели нашей дороги нет бетона, причем бетона специального. Ну, и здесь он не нужен. И мы, который, собственно, будет гасить шумы, потому что за счет сил внутреннего трения бетон гасит весь депозон колебаний и шумов. От ультразвука до ультразвука. И мы тоже здесь меряем шум, сколько децибел, что потом можно было сравнить с шумом на дороге, где нет пустотелых конструкций, а они заполнены будут специальным бетоном. И вот эти все испытания мы проводим уже не один день, чтобы потом тележку, она полностью здесь, она не смоделирована, это настоящая ходовая тележка. Если я правильно понимаю, это та тележка, которая стояла в юнибайке, которую достали для того, чтобы довести перед тем, как поступит и юнибайк, и юнибус на ходовые испытания полноценные в экотехнопарке. Потому что мы сделали не макет юнибайка, а промышленный образец со всей начинкой, с ходовой частью, естественно, с рамой и так далее, несущая. Так вот, ходовая часть, несущая рама и все, что на ней размещено, там и аккумуляторы, накопители энергии, которых хватает, например, на день испытаний, на целый день. Там до 200 километров может потом на аккумуляторах юнибайк проехать. Похоже на поточный накопитель из фильма «Назад в будущее». Ну, что, Наташа. Так, тут инвертор стоит, тут стоят и элементы, которые обеспечивают микроклимат в салоне. У нас же салон терморегулируемый, и там комфорт создается не только нужными температурными режимами, но и чистый, свежий воздух должен быть. Поэтому там должны быть, соответственно, фильтры стоят, вентиляторы, обогреватели, кондиционирование должно быть. Это тоже все размещено на ходовой тележке. Ну, и, естественно, система автоматического управления, она тоже размещена на ходовой тележке, сама система. И силовая рама, ходовая часть с подвеской. То есть это все то, что является, собственно, сердцем любого транспортно-средства и в любое каком-то числе. И мы вот это сердце испытываем вот здесь отдельно от организма. Скоро мы соединим в одно целое. И вот это целое мы уже планируем в середине ноября поставить на ходовые испытания на пятихнопарке. Спасибо большое. Я так понимаю, что вот этими испытаниями мы ответили на происки всех недругов, критиков проекта. А чувствуете ли вы, что уже утерли всем им нос? Или только подходите к этому ощущению? Ну, можно все равно сказать, что это из фанеры сделано. Надо, наверное, просто подойти, подсвечать головой. А звук наложен? А, звук наложен, конечно. А это вообще фон, на самом деле. Так, ведь все, что угодно можно говорить, но мы реально делаем, реально работаем, реально даем результаты. И ведь это вот все, вот я сам удивляюсь, как вот я сумел это организовать за год. Там был танковый полигон, там ямы были глубиной 2 метра. Вы же помните, бурьян, как мы там деревья рубили, кусты, да, облагораживали территорию. Это было год назад все. Благородному делу Господь Бог помогает. Конечно. И сейчас, смотрите, уже две машины целиком готовы. Уже первая тестовая трасса будет готова. Потом буквально через пару месяцев будет вторая. И где-то через 3-4 месяца третья. Где уже, и мы еще другой подвижный состав готовим, кроме этого. У нас есть еще другой тип городского, я пока не буду говорить детали. Он будет в виде небольшого поезда. И грузовые юнитраки мы тоже уже приступили к изготовлению. Рабочая документация уже есть для того, чтобы возить цепучие и штучные жидкие грузы. Анатолий Эдуардович, хотелось бы также спросить, а насколько приближены к оптимальным или к естественным условиям проведения эксперимента? Ведь поскольку ездит одна ходовая часть или тележка без самого юнибайка, там распределение веса и прочие характеристики учитываются ли? Безусловно, учтены эти характеристики. Это не просто пустая тележка, ходовая часть. Здесь смоделирована и нагрузка от корпуса юнибайка и пассажиров. Поэтому эта тележка нагружена еще нагрузкой 500 килограмм. Она подвешена, эта нагрузка. Поэтому здесь не смоделированы только габариты и, допустим, парусность или ветровые нагрузки. Но это мы уже там смоделируем в экотехнопарке. А все массовые, инерционные вот эти характеристики, они здесь соблюдены. То есть самое главное мы проводим, скажем так, в тепличных, в идеальных, в удобных для работы условиях, в цеху нашего опытного экспериментального производства. И по большому счету, если все успешно пройдет здесь, это будет практически, ну, как я понимаю, процентов на 90 гарантии, что все точно так же пройдет и в экотехнопарке. На 100% гарантии. Какие 90? Здесь смоделировано все. Ну, не смоделировано только, допустим, погодные условия. Ну, если двигатель автомобиля работает на стенде, наверное, под капотом он тоже будет работать. Поэтому у нас будет свой капот. Мы же наденем потом корпус, защиту всего, да, от дождя, от ветра, от снега. И там, внутри, в этом пространстве, там будут тепличные условия для оборудования такого же, как в цехе. Спасибо большое. Откройте самую страшную тайну Skyway. Кто будет первым пассажиром в юнибайке? Никто. А я слышал, что ваши коты... Нет, нельзя. Дело в том, что до сертификации это запрещено. Нет, ну, я не говорю... Нарушение будет. После сертификации, да, да. Ну, после, да. Нет, после я должен быть я первым. Я должен стать под дорогой первым, чтобы показать, не упало, не обрушилось. И я должен сесть первым, чтобы быть уверен, что не погибнут люди, которые там будут делать. Это я должен. Вы настоящий капитан. Спасибо вам. Я переполняем всякими чувствами, все исключительно позитивные. Прежде чем мы завершим репортаж, скажите еще то, что вы хотите, но я почему-то об этом вас еще не спросил. Ну, и что в главном, и что еще важно, мы стоим в нашем цехе. Испытания идут в нашем цехе. На нашем заводе. Да, мы находимся в цехах опытного производства Юнибус. Опытно-экспериментального производства Юнибус. Мы, я не имею в виду заостроенные технологии себя, потому что совладельцами всего-то являются наши инвесторы, акционеры, которые прибыли долю в общем бизнесе, технологии. Они тоже совладельцы. И это очень важно, потому что совсем недавно у нас ничего этого не было. И мы буквально на коленке все делали. Сейчас нет у нас серьезного производства, оснащенного достойным оборудованием, которое мы сейчас это производство расширяем. Мы приобретаем очень серьезное оборудование сейчас, потому что мы намечены уже скоро перейти к мелкосерийному производству. От одиночного, так сказать, производства, от мелкой серии, а потом уже и крупной серии, потому что у нас много сейчас потенциальных заказчиков, которые уже в ближайшее время будут приезжать к нам, готовы приехать, чтобы ознакомиться с нашим производством. И оценить, способны ли мы изготовить подвижной состав и путевую структуру для реализации адресного проекта в ряде стран. Я не буду называть эти страны, их около десятка. Но вы скоро в одну из этих стран едете, насколько я знаю. Да, буквально в понедельник. Но прежде чем мы начнем осуществлять все эти адресные проекты, как я понимаю, мы должны еще пройти сертификацию. И это начнется в Экотехнопарке. Не могли бы вы по срокам сориентировать, потому что все наши партнеры очень интересуются. Нет, так то, что мы видим, это тоже элементы сертификации. Это не просто мы сделали и моделируем работу, да, в том числе путевую структуру. Это часть сертификации, она идет. А завершим мы ее весной и в следующий год. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.fisystems.com. Поддерживайте наш проект, ибо в нем мечты сбываются. Строй SkyWay! Спасай планету! Строй SkyWay!